Так как здесь примена технология очистки обратного осмоса, скорость с фильтрациями очень большая, поэтому в баках хранится запас очищенной воды. То есть для того, чтобы можно было оперативно дополнить в случае каких-то необходимостей. Потом, соответственно, отсюда вода попадает в самую же чашу бассейна. Строительство бассейна в Куйбышевском районе Самары – важные события для жителей микрорайона. А спортивных объектов подобного уровня в этом отдаленном районе пока нет. Процесс находится на контроле городских властей и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В этот раз проверить готовность бассейна приехали руководитель городского департамента физкультуры и спорта Дмитрий Чеканов и Светлана Кузьмина, директор 8-й спортшколы Олимпийского резерва. Осмотр начинается с цеха по очистке и циркуляции воды. Технологическое оборудование уже смонтировано. Чаша бассейна 25 метров в длину и 16 в ширину рассчитана на 6 дорожек. Стандарты качества на высшем уровне отметил руководитель городского департамента физкультуры и спорта. Учитывая, что у нас это первый муниципальный объект, первый муниципальный бассейн, который находится в ведении департамента спорта и, пожалуй, наверное, крупнейший из всех объектов, открытых объектов, которые будут присутствовать в нашей структуре, воспринимаю это очень положительно. Объект на самом деле красивый. Я думаю, что, наверное, это будет без скромности, ложно сказать, что, наверное, лучший бассейн в городе Самаре, потому что бассейн строится по последним тенденциям и трендам строительства. В бассейне на 116-м километре смогут тренироваться и выступать пловцы, спортсмены-подводники и синхронистки. А чтобы спорткомплекс всех устраивал, консультировала проектировщиков, в том числе и директор спортшколы Олимпийского резерва. Все очень нравится. Для соревнований тоже бассейн подходит. Я думаю, что до регионального уровня здесь соревнования проводить можно будет. Здесь можно будет проводить и занятия, и с людьми, которые просто хотят заниматься спортом, любительский спорт и спортсмены. Спортивный объект стандартный. Общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Бассейн, трибуны на 210 зрителей. Хореографические и тренажерные залы. Несколько раздевалок с душами и санузлами. Подумали и о комфорте спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Бассейн очень заточен под действующие нормы для маломобильных групп населения. Здесь чаша оборудована специальными подъемниками для спуска в воду комфортного маломобильных и плавных входов. То есть не просто лестница, а что-то типа пандуса. Гидравлические испытания чаши бассейна проходят успешно. Первый этап мы делали вчера. Наполняли небольшой объем. Для того, чтобы проверить возможность и технологическая возможность слива воды с чаши. Сейчас на данный момент наливаем воду в чашу бассейна. Соответственно, после того, как мы ее наливаемся, она будет стоять согласно текущего ГОСТа необходимое время. Потом контроль уровня. После гидроиспытаний строители приступят к облицовке плиткой чаши бассейна. Параллельно установят оборудование и оснащение в раздевалки, санузлы, тренажерные и хореографические залы, а также кабинеты и буфет. Одновременно благоустроят территорию вокруг спорт-объекта. Со стороны стадиона «Нефтяник» разместится автостоянка для посетителей бассейна. Свои двери бассейн откроют уже в этом году. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский, Петр Пламеев. События. Продолжение следует...